Слушайте, вот наверное в этом главная фишка этой игры. Непонятно как, но каким-то чудо-крючком она тебя цепляет, вот только стоит к ней вернуться. То есть как бы я месяц не играл, я про неё забыл, мой мозг отдыхал, но сейчас я уже не могу бросить, потому что мы прилетели на новую систему. Картинка перед нами просто сумасшедшая. Огромная исполинская станция ООН, которая пыталась спасти людей после эры человечества, потому что мне не знаю сколько времени прошло. С нашего прыжка, возможно столетия, тысячелетия, я не знаю, но много времени прошло. И огромная станция последних людей, последних собственно говоря, выживших. Сейчас перед нами, она просто разорвана на куски. Что здесь стало, мы пока не знаем, сейчас будем разбираться, копаться в этом всём. В поисках собственно говоря, криокапсул, данных, информации и всего остального. Но суть в чём, вот действительно, сюжет и лор и антураж этой игры просто поражают воображение. А так, всем здравствуйте. Собственно, микрофон на Ивгвард. Ребята, всех приветствую в новой серии по игре Иксион. Мы продолжаем выживать после довольно ужасной прошлой серии, которая была у нас, так сказать, камбэчной. Мы возвращались обратно на станцию после большого отсутствия. Было много проблем. Мы там прям местами очень сильно косячили. Еле выползали. Просто потому что мы сильно передержались на предыдущей системе. Это просто факт. Наверное, циклов на 100-150 я там перекрутил, потому что уже под жёстким негативом ребята получали там ужасные, собственно, настроения от этих пейзажей, от потери Протогора. У всех была паника. Плюс диалог с жителями Протогора как бы тоже нам плюсов не принёс. Мы там два человека оставили из своих бывших командиров научного корабля. Короче, было много проблем. Ну и плюс полное непонимание и плана того, что я хотел делать. Потому что как бы был разрыв месяц, мозги всё забыли, какие были планы, что мы там строили. Но благо мы это осилили, переосилили, добили предыдущую систему и, собственно, прилетели сюда. В гигантском составе нас 1200 человек. Там, конечно, из них большая часть это не рабочие, к сожалению. Да, то есть ничего не поделаешь. Но и рабочих стало прям сильно больше. Сейчас будем разбираться. У нас есть проблемы сейчас с доверием. Есть проблемы сейчас с металлом. Есть проблемы, блин, со всем чему угодно. Полимеров тоже нихера. Сейчас надо будет экстренно сразу бороздить просторы своими научными кораблями. Ну и в целом, короче говоря, разгребаться и разбираться. Всё. Напоминаю по традиции про ваши активности, про комментарии, про лайки, про колокольчики. Поехали, наверное, играть. Так, поехали играть. Убираем эти жуткие пейзажи. Из, наверное, активных бонусов, которые я в прошлый раз получил, это довольно хороший бонус на 10% прибавку к доверию. Да, то есть люди возрадовались тому, что я успел построить корпус для них, собственно говоря, их эмоциональной защиты от того, что земли больше нету. А вот корпус называется у нас альтернативная жизнь. Это, конечно, был большой плюс. Вот. Но теперь у нас есть и большие минусы. Много больных людей появляется, потому что у нас в секторе 6 прибыло огромное количество сразу живых людей, что как бы я не рассчитал от слова совсем. Люди, которые прибывали с протагора, часть, они были сразу живыми, то есть не в капсулах. И у нас теперь как бы в секторе 6 318 человек бездомных. Даже построив вот эти два дома, которые я запланировал, это не покроет вот этих людей, собственно говоря, в плане домов. То есть надо прям сильно больше металла. То есть еще один дом. А это как бы суммарно, извините меня, 270 металла. У нас столько и близко нету. Существом того, что у нас корпус почти развален, и мы не можем остановить его починку ни на секунду. Потому что три прыжка в Волл привели к тому, что корпус уже разрушается на минус 60 в секунду. В один, точнее, оборот, в один цикл. Короче, проблемы с металлом остались с нами очень близки, и как бы тут ничего не поделаешь. Вот, ну, будем с ними бороться. Но у нас, правда, теперь тут людей очень много, кстати. А может и немного, подожди. Ааа, из этих прибывших людей две, они почти все нерабочие. Сектор 6, 255 человек, это все нерабочие. Ёб твою мать. Блин, я вот надеюсь, в этой системе будут какие-то креокапсулы у нас здесь. Вот в этом же командном центре. Потому что я не стал добирать вот те 700 человек, которые оставались на протагоре. Потому что не было уже времени. Все разрушалось. Нехватка феррума близкого в больших пачках в космосе. То есть мы уже реально летали, там остались только сопли. Там 40 феррума, 60. Это очень маленькие залежи. Вот. И я поэтому резко прыгнул. Вот надеюсь, сейчас здесь будут новые люди. Потому что мне нужны именно рабочие. Нужны именно рабочие. Так. Ожидает научный корабль, собственно, станция. Ну, у нас есть... Кстати, Эрдин Мэйрл почти уже второй левел получил. Ну, давайте сейчас, наверное, полетим с помощью него. Командный центр. Так. Поехали. Зонды. Наше главное все. Сейчас первостепенно. Вы не поверите, мне сейчас надо найти не квест, а найти место, где есть феррум. Большая залежь феррума. Вот у нас есть довольно приятная точка недалеко от нас, где у нас есть все самое нужное и необходимое. Полетели сюда. У нас просто большие проблемы сейчас с металлом. Он скоро кончится и корпус начнет разваливаться. Как бы, и тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Так, корабль прибыл. Пробраться в командный центр. Командный центр Этаминанки хорошо бронирован, но конструкцию бомбили. Похоже, кто-то прорезал насквозь основную часть Этаминанки. Должно быть, это сместило центр и отделило его от остальной части корабля. Вокруг руин плавают многочисленные обломки и трупы. Мы обнаружили брешь в броне, через которую мы сможем проникнуть внутрь. Охренеть. Охренеть. Нет слов, одни эмоции. Так. Кораблики мои, собственно, в ожидании. Металл, металл. Кстати, надо сейчас восстановить старые значения металла. Я не помню, мы это делали. Сплав в сектор 2 нужно вернуть тоже. Сектор 6 у нас стоит. В секторе 1, бла-бла-бла. Да. Все. Что-то у нас было. Что-то потеряли. Какой-то корабль. Бла-фолин или что это такое? Справочник, уведомления. А, он прибыл, прибыл, прибыл. В разрушенный центр. Все, я понял. Так, здесь открываем, собственно, залежи. Большие, небольшие, пока не знаю. Неплохие. Неплохие. Сразу вылетают наши добытчики. Сразу же. 206 феррума у нас там, собственно, есть и сырье. Великолепно. Нам нужно и то, и то. Насколько я помню сейчас, надо сейчас, наверное, поставить им разные. Пусть добывают разные вещи. Вот так вот делают. Так, что? Новое задание, какое требует моего внимания? Где? То, что требует. Кто-то что-то где-то требует. Ага, здравствуйте. Аж два задания. Поле обломков, в которые мы попали, в основном состоит из трупов. Ловучие тела ударяются о корпус и сдают звуки, которые разносятся во всем секторам Тикуна. Это плохо влияет на моральное состояние экипажа. Судя по данным системы ДЛС, экипаж ВКД рассказывают коллегам в столовых, что они видели, пока работали снаружи Тикуна. А это усугубляет проблему. Да ёб твою мать. Администратор один из сектора превратился в культ корпуса. Это положительно сказалось на моральном состоянии экипажа. Новообращенные хотят узнать ваше мнение об их вере. Освещение станции Тикун, её сооружение является прямым нарушением директивы Долос. Так, чтение писаний Боржавиля. Тикун это тело, корпус его кожа, а мы его кровь. Разогнать культ. Блин, это сейчас, возможно, похоже на что-то хорошее, но, возможно, культ потом выльется в нечто плохое после. То есть, есть же уровень фанатизма, который может нам мешать. То есть, как бы на краткосрочке можем получить себе бонус, а вот на долгосрочке можем получить себе пиздюлей. Но давайте... Это один из секторов только, ладно, пусть будет так, разрешу им заниматься их любимым делом. Как говорится, вера это дело каждого. Корпус у нас разрушается. Ну, вроде, кстати, феррум прибывает потихонечку, да? Вроде металл появляется, да, металл появляется. Так, есть у нас следующий зонд. Вот теперь надо открывать, наверное, что-то из квестов или из научки. Чтобы наш кораблик полетел. Вот тут что-то есть прям массивное в этом месте, да? А ну, секундочку. Не могу нащупать. Так. Почти нащупал. Да, ёб твою мать. Вот оно. Полетели. Полетели, родные. Так, по поводу... Что у нас здесь? Поле трупов. Вокруг станции плавают трупы. Это влияет на моральное состояние экипажа. А, нужно просто, типа, отлететь от станции. Сейчас куда-то, в любую точку. Просто нужно покинуть центр сам. Я же могу его изучать, как бы, ну, издалека. Или нужно прямо его изучать, вот, впритык стоять к нему. Я понимаю то, что поле трупов это нехорошо и влияет на моралку. Причем, сука, очень сильно. У нас сейчас, на самом деле, видите, основной негатив питается от шестого сектора. Блин, я их понимаю. Я их понимаю. Надо сейчас строить им дома. Надо строить им дома. 29 металла есть. Может, потихонечку начать? Просто и к корпусу пиздец. Ладно, давайте начнем, наверное, потихоньку хату строить. То люди совсем будут бзековать. Что у нас там? Замороженные отсеки, через которые пришлось пройти команде корабля Erlenmeyer, выглядят словно они из ночных кошмаров. Почти все поверхности усыпаны следами от снарядов, а в коридорах бушуют электрические пожары. От вида разрубленных трупов, лежащих повсюду, становится жутко. Зайдя на мостик, группа обнаружила тела главнокомандующего и других офицеров. Похоже, они покончили с собой. Мы должны получить данные Рэма. Тикун должен находиться в непосредственной близости от командного центра. Экипажу корабля Erlenmeyer нужна электроэнергия от состанции, которая будет поступать через выдвижную телескопическую мачту, чтобы получить доступ к терминалу в центре. Понятно, не можем отсюда улететь, пока не сделаем свои дела. Но получаем координаты Рэма. Пока работаем здесь. Но мы пока не открыли другую планету. Нам надо куда-то перелетать в зону притяжки какую-то, так сказать, орбитальную. У нас пока ее нету на карте. По поводу нашего энергообеспечения. У нас там что-то сломалось. У нас там что-то сломалось. Я не помню что, но что-то у нас наебнулось. У нас солнечная панель номер 3 наебнулась. Очень жирная панель на дохрена электроэнергии. Она сломалась. Так, кстати говоря, мы потихонечку науку уже хапаем. Надо сейчас что-то будет себе подоткрывать. Только у нас не хватает туда энергии. Это нехорошо. Нам бы еще из завода, честно говоря, запустить полимеров. Тоже очень надо. Там вроде я поставил в задачах добычу. Да, есть, есть. У нас немножко и того, и того добывается. Добывается и то, и то. А здесь прям металл настолько туго идет, что слов нету. Прям очень туго все идет. За прошедший цикл погибло еще два человека. Великолепно. Великолепно, понимаете? Просто великолепно. Вот здесь какая-то наука есть. Где-то вот здесь в облаке. Пошли посмотрим. Что-то наука. Так, летит наш спутничек. Тут у нас вроде все тоже курсирует. Пока все хорошо. Ну, там просто ждем сейчас время. Работаем мы, собственно, с этой станцией. С командным центром. Блин, так хочется вообще все запустить. Тут столько у меня всего. Оно, блин, не работает. Кстати, могу пока для сохранения энергии повырубать эти склады, которые я под людей выделил. Но все равно нет у людей капсул, поэтому пусть люди поотдыхают. 29 стали. Блин, она делается. Кстати, а куда она все уходит? Тут пусто. Здесь не так много. А, ну да, весь металл у нас здесь. Подожди, я что, заблокировал переход? Сектор 1. Сектор 2. Сектор 6. Сектор 1. А, так я галочку убрал. Ёб тебя за ногу. Гений. Чёртов гений. Просто чёртов гений, понимаете? Я галочку убрал. У нас металл не курсировал в другие точки. Великолепно. Просто великолепно. Ёк, у нас же там и еда. Я про это забыл. Только сейчас увидел. У нас же и еда села. О, во, 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 воу. Ёкарный бабы. А сейчас построить, кстати говоря, эту фермочку будет довольно дорого, да? Зерновая ферма будет стоить нам неплохих денег. Смотрите, блин, такая компактная, уютная фермочка. Прям занимает немного места. Такая симпатюлечка. Блин, она реально меньше этих огромных талмудов. Потому что один снести ради эксперимента поставить просто. Ну подожди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Один слот остается свободный. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Тоже один слот свободный остается. Что так, что так. Говорится, строй как хочу. А как мы хотим, я пока не знаю. Но как-то хотим. Кстати, феррум прибыл. Де металл. Де металл. Феррум прибыл. Быстро забирайте заводы и обрабатывайте. Нам железо нужно пиздец, как сильно. Во все сектора, блин, сейчас нужно железо. Нам бы сейчас на самом деле еще чип доставить в сектор 2. Раз мы будем сейчас здесь строить еду. Из сектора 1 у нас галочка стоит. Давай-ка еще, наверное, в сектор 2 тоже отправим. Собственно, на прием себе этот. Чипик, чипик, чипик. Чтобы он там хотя бы, хотя бы один, блин, был. Или может из сектора 6 отправить, я не знаю. Короче, нам нужен чип здесь, в этом секторе. Поправьте, пожалуйста, мне в сектор 2 немножечко чипов. Я вас умоляю. Так, феррум прибывает. С металлом вопросы вроде бы решаются. Что у нас там? Плюс немножечко науки. Это такая вот выдвижная труба у нас. И построена из тикуна. С мачты, ни хрена себе. Администратор. Координаты Рэма здесь нету. Как вам известно, координаты Волл это невероятно сложные алгоритмы, для хранения и использования которых требуются передовые технологии. В командном центре мы нашли склад, в котором должно было быть оборудование, в том числе украденное с протагора. Его разобрали на части, изрезали лазерными резаками и забрали. Есть небольшая надежда. Мы обнаружили один поврежденный вычислительный терминал. Нам удалось получить к нему доступ, потому что тикун был близко и подвал электропитания. Похоже, в последнее мгновение этой Минанке, когда экипаж пытался устранить колоссальный ущерб, нанесенный кораблю, смогли определить и записать самоподобную сигнатуру нападавшего, когда тот уходил. Возможно, они надеялись преследовать его позже и вернуть в краденные координаты Рэма. Теперь эта синатура у нас. Она принадлежит Пиранезии, кораблю Общества Черного Рынка. И здесь наша надежда угасает. Те немногие офицерские журналы, в которых потом написывают с нападением, ужасают. Кажется весьма вероятным, что координаты Рэма сейчас на борту Пиранезии. Обработав данные, которые мы нашли в центре и благодаря старым записям, ныне неактивных сигналов бедствия мы смогли определить местонахождение других частей и тимнанки, затерянных в этой системе. Так. Команда корабля Эрлин Мейл изучит нападение Пиранезии на этой тимнанки. Тикун должен оставаться вблизи и подавать питание. Команда корабля Эрлин Мейл изучит рабочие отчеты и тимнанки узнает больше об их целях и задачах. Тикун должен держаться вблизи и подавать питание. Ну, делаем и то, и то, наверное, пока стоим еще здесь, на якоре. Собираем очень много науки, кстати говоря. Так, испорченный... А, вот что мы нашли. Испорченный реактор и какую-то планету. Планета Круг. Так, лампочка. Вылетаем на планету Круг. Полетели. Доверие потихонечку стабилизируется. Не знаю почему, стало чуть-чуть лучше. Малый склад в шестом секторе больше не работает. Великолепный, почему-то склад с едой. Там запас столовой есть. Да, у нас все больше и больше инцидентов. В шестом секторе прям пиздец. Очень много раненых. Я понимаю. Ну, что ж вы меня душите, родные? Ну, как же, вот как вам объяснить? У нас сейчас будет пиздец по еде. Вы вообще в курсе? Как до вас донести? Мои швы хорошие. Вот как у меня до сих пор из сектора... Подожди, я вот опять эту систему забыл. Смотрим. Сектор 1. Все, что выше нуля, я отправлял... А-а-а, подожди. Там же стоит приоритет на сектор 6. Хотя на сектор 2 тоже стоит приоритет. А, тут у меня вообще электроника заблокирована. Отправить в сектор 2. Что-то я не понимаю. Требуемое количество в секторе. Ну, хотя бы 2. Требуемое количество в секторе 0. Давайте я пока электронику выключу в секторе 6. Туда поставлять не нужно. Мне надо, чтобы из сектора 1 отправили. Давай в секторе 1 оставим тоже 1 чип. Вы можете отправить мне чип в сектор 2? Я не понимаю, в чем проблема. Склад вроде бы работает. Я вроде все сделал правильно. Вот машинки поехали. Но чип не доставили. Сука, металл доставляют, чип не доставляют. Где косяк? Сектор 1, сектор 2. Сектор 1, сектор 2. Тут у нас есть 4. Минималка 1. Недавний импорт 0. Какого хрена? Непонятно. Здесь требуется 2. И не прибывает ни хрена. О, это, конечно, весело. Обожаю это. Но благо хотя бы сейчас металл стабилизировался. Хоть что-то греет душу. Остается говоря, склад, который, да, под нужный ресурс не работает ни хрена. Опять заиграла великолепная музыка. Нам бы, наверное, сразу искать вторую пачку такую. Потому что первую уже почти доработали. Да, там уже, кстати, феррум все. Там уже феррум сказал. До свидания. А вот здесь есть просто какая-то огромная залеж феррума. Нельзя состыковать ее, можно. Полетели. Э, одни забастовки. Да я пытаюсь вам помочь. Етить вас за ногу. Я пытаюсь. Блин, как вот их расселить? У нас в этом секторе тут напишется количество мест. Может, отправить людей немножечко в сектор номер два в часть. Сектор номер шесть. И я все никак до сих пор еще не построил, кстати говоря, еду. Что-то я там не знаю. Титьки мну, блин, а хавка-то не строится. Собака. Так, зерновая ферма. А нам сейчас вода понадобится. Подожди. А я завод-то не смогу включить, чтобы эту воду-то етить, ее переработать. Парам-пам-пам. Может, здесь построить тогда, блин, это все питание, я не знаю, детское. Детское питание. Надо-то сейчас здесь захерачить с синей изолентой. Ну, сука, чипы не переправляются. Я опять забыл, как это все делается. Я не помню, как это делалось. Но как это делалось. Как, не помню. Сначала вода будет нужна, ее тоже как бы нету. Блядь, что за... Заводы вырубить не могу, потому что у меня и так металл не успевает перерабатываться. Его нужно гораздо больше. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Просто что ты будешь делать, а? Вот что ты будешь делать? Администратор Там что-то сделали Я надеюсь, просто сейчас на какую-то чудо-пилюлю Вот где-то здесь, либо там, я не знаю Так, подавая питание в командный сектор Команда корабля Орлен Мэйер Смогла извлечь и проанализировать основные данные о миссии Корабль Этаминанки принадлежал ООН Изначально он был предназначен для поиска других экзопланет В ранних журналах с данными по их путешествиям Прослеживается явная неподготовленность К выполнению такой задачи Не найдя обитаемой экзопланеты Они, похоже, сосредоточились на поиски тех Кого ООН называла врагами человечества Долос и Аштангитов Взгляда на протагор, члены экипажа Этаминанки Смогли найти Рэм Понятно Понятно, понятно, понятно Ну, не подготовлено, видимо, они спешили Они не знали, они к этому не были готовы То есть космос только развивался у нас на планете А мы там, блин, жесткие Мет... А, это построить инфраструктуру Я отдал, мы нашли здесь металл Так, нет, тогда пока эту планету покидаем Тогда пока покидаем, летим на реактор Да, ну нет Какие 90 металла, блядь Какие, что построить там Нет, ребята, подождите У нас тут пиздец У нас здесь просто ужас фатальный творится Который я не могу исправить У нас сейчас еще и еда, как бы, в очко присядет У нас до хера людей и нету еды Сука Что надо сделать? С тех пор, как мы покинули землю Потеряли уже 206 человек Даже не будучи экспертами в теориях психологии толпы Доктора Мунчи Вы не могли не заметить, что с числом смертей Расчет из оборудования синдрома мертвой земли увеличился Штраф минус стабильности Охуенно Так Надо собраться, но я не знаю как Надо собраться, но я правда не знаю как это сделать У нас весь металл вообще уходит вот сюда, я так понимаю И до сих пор этот дом не построен Почему-то заводы работают ну крайне херово Хотя вроде бы в этом секторе все оптимально Но заводы работают ну крайне медленно Феррум просто копится у нас на складах При этом металла не появляется, я его не вижу Я просто его не вижу У меня полное непонимание, а что же тогда происходит в этом мире И что нас может спасти Кстати, надо сейчас где-то пиндюрить сраную еду Тоже вопрос великолепный До сих пор у нас какая-то беда с чипом Я не могу понять, почему она не решается Что я делаю неправильно Электроника из сектора 1 Минималка 1 в секторе У нас в секторе 4 В секторе 2 требуется минимум, сука, 2 Галочка стоит, я не понимаю Ты, ну, алло Запустись, пожалуйста Все, полетели Ай, мы же до сих пор Какая, бля, зерновая ферма Мы же до сих пор не включили переработку Так, она требует 10 человек и 10 питания Похер, врубаем Давай, родная, давай Так, нам сейчас нужен, получается, склад 1 Под этот Под водичку, да Пятнашка в 40 воды за цикл перерабатывается Великолепно Так А у нас тут ресурса воды Я даже не вижу, подожди Вода типа А, вода, видимо, на сектор, да? Или, подожди Сука, вода на сектор Ее даже нельзя переплавлять, получается То есть, мне надо строить именно в этом секторе Хавку Да етить тебя, разъетить Преобразует 15 льда в 40 воды раз в цикл И хранит ее И хранит ее То есть, складов под это дело у нас нету Я здесь воды, как бы, не вижу Есть только лед Вряд ли сейчас, если я построю там Подожди, а у нас есть? Ну, предположим, хотя бы в теории Перемещение такого ресурса Хотя бы в теории Есть это или нет? Блять, что я все тыкаю, это все не то У нас даже такого ресурса в теории нету Короче, ну, ледотворильный, он стоит здесь Значит, здесь строим еду Значит, здесь строим новую хавку То есть, как бы, ну, а что я могу поделать? Вот так, вот так жизнь совпала Вот так совпала жизнь Сейчас посмотрим, что из этого выйдет Блять, ребята, заводики Была бы сейчас какая-то на вас прокачка Так, кстати, мне надо сейчас вернуть на мгновение Углероды и починить, точнее, полимеры И починить, блять, питание Я не могу все здания включить, это просто бесит Так, надо сейчас что-то вырубить Зонды у нас пока ресурсы есть Или надо что-то еще отправить? Давай сейчас я, наверное, отправлю Один зонд этот, который есть Нашли 700 феррум, а нашли углероды У нас, в принципе, все хватает У нас все там в отличном количестве У нас единственное сейчас, может быть, льда не будет хватать Надо сейчас найти, наверное, сюда еще лед Тут у нас есть место Тут у нас и феррум И лед немножко Заебись Все, вылетай, брат, давай Так, командный центр Мы там еще не изучили Пока корабль от Минанки висел где-то в системе Круг, он был застегнут врасплох И атакован Паранези Судя по отчетам, потери колоссальные Экипаж ООН сумел найти брешь В оборотенных системах Пиранези И пойти на абордаж В ответ Пиранези выстрелил из основного орудия и покинул систему Последние выжившие после атаки, которые не смогли добраться до креокапсул Либо умерли от холода, либо медленно вздыхались через несколько дней Пиздец Это фатальный ужас Который, как бы, даже я не могу комментировать Входящее сообщение Нашли сигнатуру Пиранези Она хранится в разрушенном командном центре и Тиминанке Этот корабль не похож ни на один из известных нам Грозный противник И теперь Градианты Рэма на нем Корпус Тик у нас и ремня разрушается Это неизбежно У нас нет другого выхода Мы должны разобраться с Пиранези Пока мы в этой системе Нужно разработать эффективную стратегию контрмер Типа оборонительные системы, что ли? Охренеть Ковчег человечества Ох, ёлки-палки Корпорация пиратов, блядь Так, обрушенный пищевой завод Кстати Это что такое? А мы сейчас на реакторе находимся Что у нас здесь? Так, сводки данных Наши датчики зафиксировали дрейфующий в космосе обломок и Тиминанке Судя по отчетам Это реактор Мы прибыли на место, осталось только два массивных реактора и Тиминанке В ходе первоначальной разведки мы выявили три точки интереса Двигатели, машинное отделение и зона наблюдения за двигателем Двигатели, машинное отделение Давай Зона технического надзора Давай машинное отделение на начало посмотрим Так, 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 так Что у нас здесь? Чип доставили, металл не доставили Потому что металл сейчас составляется еще у нас вот сюда В егейко епну А у нас там еще и переработка мусора пошла Класс Просто вообще бомба, понимаете? Все, у нас уже, кстати, еда А, у нас еда, блядь, да что ж происходит-то? Сука, еда уже кончилась Может, туда сейчас не строить дом? Отменить его нахуй Ломай дом Сейчас еда у меня будет в жопе Ломай дом Ломайте дом быстрее Забирайте с него металл Ломайте дом Да, блядь, ломайте, сука Ломайте ебучий, блядский дом Сломайте его Да Быстро стройте этих оба Вот этих сектора Кстати, она реально хранит воду Уже 80 воды А здесь, походу, большой склад, да, в этой штуке? То есть она вот уже два цикла себе воды сохранила Но у нас такой ресурс все равно не появился в списке К сожалению И в складах тоже он не появился Ладно, понял Блядь, строить вторую тоже Сейчас, если я врублю, у нас будет потом питание сядет, да, на очко? Блин Что ж ты, падла, будешь делать Продолжить Быстро, ребята, быстро Сейчас посмотрим, что там по идее у нас с этим зерном У нас сейчас доход 74% обеспечивает от того, что нам нужно Это крайне мало Давай, 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 блядь, давай Раз, 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 раз Есть, смотрим Так Кропфар Хочу посмотреть на производство Каждая пашня преобразует полторы дницы воды Собственно, в урожай А у нас пока что пашень То есть надо дополнительно ищи пашни И каждый из них еще плюс три питания жрет Ой, ебать А, о, о Это вот так строится И на одну такую девять пашень А нужно ли какой-то доступ к ним, типа, дороги там ставить или нет? Чудо, я вообще не врубаюсь Блядь, ну что с этим питанием делать? Мне надо сейчас включить завод Так Так Ладно Что у нас? Сколько ты жрешь? 15 энергии Вырубаю один завод питания Что еще могу включить? Один зонт отключаю Мне надо сейчас врубить завод по производству полимеров Он живет А, он всего пять питаний отживет на самом деле Все, давай Надо сейчас чинить питание на внешке Чинить питание на внешке сейчас нужно просто А у нас прибывшие углероды находятся здесь А у нас нету, собственно, под них доступа Охуительно Великолепно Великолепно просто Так Здесь тогда сейчас надо дать А блин, ну я не успеваю совсем справиться Сука Че за навал пошел какой-то ужасный Тормозите, блядь Ничего не могу включить Все разрушено Ай, так Из... Тихо Из сектора 6 Полимера, а шикота напала Из сектора 6 Углерод В сектор 1 Надо сейчас отправить В сектор 1 В сектор 6 А, нет, не all Только в сектор 1 У тебя сейчас сектор 1 Будет приоритет В сектор 1 Приоритет Так Здесь минималка Не нужна никакая Все, что вот свыше единички Все отправляют туда Свыше единички В секторе 1 Минималка, которая требуется Блядь, я не знаю Пусть будет 100 Господи Почему она не двигается Не могу понять Э А блин, ну подвинься Галочка Вот, все, поехали Забираем туда углероды Повезли Повезли, 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 повезли А ты тут давай делай Сука, сейчас шестеренки Очень нужны нам Очень нужны шестеренки Сейчас На ремонт этот страшный Вообще не успеваю Везде Ну просто какое-то безумие Так, что у нас там Мы открыли Реактор Проверяем 40 научки Да блять, научки Да хера Да мне сейчас не до научки Дайте мне мет... Вот дайте где-то В одном месте Лупаните мне Въебало прям 170 металла И я тогда буду доволен Двигатели Этиминанки Работали без И-ассистенты Даже без базового И Вместо этого Члены экипажа Постоянно контролировали Они настраивали Ремонтировали двигатели И тяговые устройства Условия жизни людей На борту Этиминанки Были крайне тяжелыми По-видимому Многие из них Были либо заключенными Либо отвернутыми Обществом В некоторых камерах Общежития Были обнаружены Останки рукописных Материалов В которых Напоминается Воля генов И аштангиты Есть Записи о нескольких Серьезных поломках Перед наточительным Взрывом Члены экипажа Работали по пояс В тактичных Охлажнях Жидкости А некоторые Погибли При исполнении Обязанностей Тех Кто отказывался Трудиться Казнили Надзиратели Как это жестко Это сука Жестко Очень жестко Это очень жестко Я бы сказал Так Выйти в систему Авторемонт Подожди 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 Вот это надо Починить Выполняется Ремонт Поехал Ремонт Здание Шлюзы для ВКД На очереди У нас теперь Ломается Корпус На минус 84 А так тут Ремонт Усуществляется Без Что ли Шестеренок А нахера Я их ждал Тогда эти шестеренки Оказывается Можно было Давно уже Починить Эту штуку Бай Я конечно Тоже Молодец Я конечно Тоже Молодец Злядь Гений Ну просто Гений Гений Понимаете Гений Давно же Мог врубить Все на максималочку Уже Все дома Кстати Слушайте Он реально Он копит Да усерачки То есть Какой здесь Склад Я не понимаю Которая тут есть И как бы Хранит Это ли не чудо По-моему Это вообще чудо Сейчас посмотрим На доход От этих зерновых Всяких систем Может быть Будет реально Жирно Так Быстренько Пожалуйста 83% Верните мне Мое питание Великолепно Я очень его Хочу видеть Все Есть 400 питания Ну давай Поехали Смотреть Я так понимаю Дороги Для вот этих Коробочек Не нужны Аааа Хер Там плавал Соружение Должно быть сообщено С активным складом Я понял Ни хера С активным Сплавом Складов Хотя Вроде бы Они тут все равно Прибывают Я не понимаю Зачем им Доступ То есть Смотрите Все равно Прибывает туда Металл В чем прикол Видимо Это баг Какой-то Система Потому что Его и так Начали строить Или нет Но просто У него нету Стрелочек Куда Он должен Соприкасаться Чтобы Мол Как бы Работало Так У нас Сейчас Перебор Металла Врубаем Второй Завод Да тут Походу Третий Сейчас Понадобится Завод Для таких Ситуаций Нахрен Ебать Там Нас 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 Ждет Великая Работа И самое Ужасное Что я Сейчас Понимаю Это Видимо Придется Перестраивать Все Нахрен Сейчас Мы Вот здесь Попыхтим В этой Системе В этой Зоне Я скорее Всего Это Сейчас Все Сломаю Вот Здесь Все Разъебу Тут Поставлю Завод С этим Льдом И Буду Здесь Продолжать Еду Делать Потому что Я Этот сектор Подхавку Как бы И снабдил В плане Дохода Пока Не понимаю Какие У нас Там Доходы Стали Вот То есть Вот Смотрите Две Таких Производят Две И за Цикл Но Это По-моему Не круто Что У нас Там По Научке Я Сейчас Могу Научку Включить Обратно У нас Какие-то Прокачки Вот Этих Сельхозных У нас Ферма Водорослей Здесь Можно Разместить Плантации Водорослей Есть Что-то Ещё Более Жёсткое Что Тоже Потребляет Воду И даёт Водоочистка Потребляет Отходы За цикл Обеспечивает Жителей Сектора Необходимой Водой Блядь Да тут Столько Всего Но Глаза Разбегаются На лоб Просто Лезут Дроны Здесь Собираются Храняться Дроны Дроны Быстро Перевозят 10 ресурсов За раз Из одного Сектора В другой Это Быстрая Передоставка Из разных Секторов Кстати Вот это Тоже Прикольная Штука Больше Будем Получать Электричество Сейчас От панели Которая У нас Сейчас Существует Я Честно Говоря Теряюсь Сейчас Что нужно Открывать Ну Давайте Упорим Давайте Окей Зерновая Ферма Ускоренный Рост Давайте Сейчас Попробую Открыть Эту Давайте Вот Мы Сейчас Просто Выйдем В пик Посмотрим Вот Это Максимальное Здание Касабельной Еды Если Ничего Дополнительного Не требует Там Вот Этот Какие-то Новые Ресурсы Вот Этот Водород Если Просто Кстати Водород У нас Есть Водород 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 Ладно Если Оно Жрет Просто Воду Вот Этот Базал Водорослей Тогда Я буду Счастлив Тогда Я буду Счастлив Как Никогда За Последний Цикл Не удалось Перевести Ресурсы У нас Видите Начинается уже Перенагрузка В системе Так Питание Питание Говорится Здорово Что по науке Мы быстро Это откроем Мы это будем Открывать Бля Тысячу лет Пока мы Это открываем Надо строить Наверное Еще Башни Ну пока Мы открываем Надо строить Еще башни Тут Как говорится К бабке Не ходи Все так ясно Не забываем Про системы Ёп твою мать Новое событие Пираты Еще 300 миллиардов Человек Зона технического надзора В основном Занимали лица Высокого звания Некоторые успели Добраться до Креокапсул Пока отдельные Полностью не Разгонизировались Анализ Оставшихся Вчислительных Инфраструктур Показал Что их указы Были беспощадны По отношению К работникам Машинного отделения Они относились К ним Как к изгоям И расходному Материалу По всей зоне Технического надзора Следы попытки Взлома Все бортовые Компьютеры Вызначены Для двигателей И реакторов Были скомпрометированы И из-за этого Станция Этиминанки Не могла Маневрировать Электропитание Подавалось С перебоями Команде Кремля Лампочки Удалось Излечь Останки Компьютерных Протоколов Которые Использовались Для этого Эти фрагменты Кода Указывают На автора Из ОЧР Значимые данные Отправлены На научную Лабораторию Тикуна Для подробного Анализа Завершаем Наши действия Осматриваем Двигателя Понял 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 Так А у нас Все это время Эрлен Мейвер Прохлаждался Стоял на месте Даже не прикольно Еще он на месте Стоит Потому что Там все изучил Уже на Командном центре Как мне хочется Запустить Вообще Все Все Включить Просто Понимаете Прям хочется А кстати А что у меня Здесь еда Не добывается Она мне сейчас Нужна Как бы Давай Падла Работай У нас Работчик Не хватает Что Что у нас Здесь Теперь у нас Есть нужные Данные Чтобы проанализировать Протоколы Взлома Пиранези В научной лаборатории Можно начать Соответствующее Исследование Понял Хорошо Мы его изучим Конечно Это сюжетный квест Куда же мы денемся Куда же мы денемся Блять Двух заводов В натуре Не хватает Прям надо Лупить Где-то Сука Еще заводы Надо лупить Где-то Еще заводы А у нас Как бы При этом При всей этой Куче людей Вот Которая есть Вот в этом секторе Требуется рабочих 111 А рабочих Здесь 69 Бля Я не знаю У меня прям Вот в этой игре Какой-то жесткий катарсис Вот этим неработающим людям И я их не Честно Я бы вот просто Нахуй всех слил Правда Но без негатива Я не знаю Как это еще Можно объяснить Но Они здесь совсем То есть Вообще Никак с ними не разыграться Во Фростпанке Вот нерабочие Там те же дети Дарья Там у тебя Могли появиться инвалиды Ты с ними что-то мог сделать Там были специальные законы Под них Здесь якобы Можно из нерабочих Колонистов делать Но это настолько Ничтожно малая система игры Что от этого Прямо начинает Жопа гореть Мне вот эти Вот сколько там суммарно Блядь 500 лишних ртов Нахуй не упали Пиздуйте в космос Не можешь работать В постпалпокалипсисе Ты сдох Точка ТЧК Нахер им не нужны Эти люди Я не понимаю Кстати А мы же закончили Исследование Этого Командного центра Может быть Куда-то отлетим На Тиконе Поближе Не знаю Промышленные обломки Давай Да это тоже обломки Нужно на какой-то На планете лететь Там трупы будут валяться Интересно или нет Возле обломков 1.6 Цикла 1.8 Полетели Сейчас посмотрим Надеюсь что нет Цель промышленной обломки Да Ускоряемся Корпус ломается Пиздец Это у нас Кстати еще пока Акумы есть Кстати говоря А какой хер нас Корпус ломается Когда Акумы есть Не понял А из-за работы Движка Минус 50 Охуеть Должны долететь По идее Долетаем Так Изучили здесь Полностью систему Что у нас там Еще наука Похоже в корабле Этой Минанке Использовались Две разные Движительные технологии Внутри системных двигателей Именно общего С Эйки Двигателем Долос По результатам Перекрестной проверки Данных О миссии Вдендряться в падении С тем случаем Столкновения Вблизи Сатурна Во время начальной Фазы испытания Тикуна Их межзвездная Двигательная система Основана на Уолл двигателе Наша команда Обнаружила Остатки Многочисленной Зоны аккредитации Доступ Двигательным системам И их знания По видему Строго Регламентировалось Два реактора Были повреждены Одновременно С основной Конструкцией станции А в ходе анализа Мы нашли следы О глюонных частиц Короче Не используя Нашу старую систему Наверное Какие-то поднимали Архивы Того что мы раньше Открыли Наши еще Испытания И тесты Вот это все Так Прибыли мы Я так понимаю Да Обломка Давай уже Долетай Братишка А Здесь тоже Трупы валяются Я так понимаю Тоже сейчас Негатив будет Блядь Надо полностью Отсюда улетать Надо отсюда Полностью улетать Нам уже сейчас Питание нужно Получается Нужно корпус Починить Чтобы лететь далеко Хавка 101% Кстати говоря Слушайте Нет Оно прям Жестко Ебашит Эта штука Прям Слушайте Прям Хавку дает Прям реально Еда А вот питание У нас сейчас Село Так Наука До сих пор Это мы что Открываем Это мы открываем Водоросли Давай быстрее Сейчас будем Думать С питанием Что делать Два завода Меня вообще Просто не удовлетворяет На 100% Это просто факт Вообще Я не удовлетворен Их работой Доверие Минус 3 с половой Ай блять У нас 410 Челов голодных Из них 300 Безда Блять Так подожди У нас же теперь Тут добывается Еда В этом секторе Я тогда сейчас Предлагаю Смотрите У нас же там стоял Еда 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 Сектор 6 Сектор 6 Еда Все Не надо сюда Еду доставлять Никакую Из сектора 2 Сектора 2 Сектор 6 Не надо доставлять Еду Не надо Здесь Еда Сама себя Обеспечивает Раскидывай В сектор 1 Хавку И как бы Там себя Поддерживать В плане еды В секторе 6 Как ни странно Люди Жалуются на еду Потому что Тут еда Полная Склад Полон Я не понимаю Блин Вода Реально Очень легко Делается Посмотрите Она с таким Запасом Стоит Слушайте Ну будем верить В лучшее Сейчас Что я могу Это Смогу Это Вырулить Сейчас Посмотрим У нас Много Накопилось Науки Сейчас Может быть Мы Сможем По научке Реально Как-то Разгрузиться Хавка Вроде У нас Уже Перебивает Наши Расходы Сейчас Должно Пойти Сейчас Должно Пойти Ребята Доверие Летит В турбеджо Но сейчас Может быть Будет Получше Металл У нас Уже Запас Ферма Все Он Присел На коленки Два Завода Не успевает Ну точнее Один Потому что Второй Сейчас Простает Не успевает Просто Перерабатывать Блядь Да сука Ну какой Мусор Заебали Да Откройте Технологию Я хочу Посмотреть Что она Вообще Требует От меня Какие Блядь Мусоры В научной Лаборатории Вы же Ученые Надо Аккуратнее Блядь Работать Пирожки Вы С картошкой Сука Так Кстати Научные Мои корабли Спорченный Реактор Лампочка Значит А у нас Там уже Есть Человечек Значит Надо Что-то Еще Открыть Куда Можно Отправить Научный Корабль Тут Что-то Есть Интересное А у Нас Зонт Не Работает Извините Конечно Так А что У нас Здесь Пищевой Завод Мы На месте Мы Все Смотрели Определились Что В этой Зоне Этиминанки Заготовили Пищу Производство Было Разделено На две Зоны Растительное И животное Кроме того Мы нашли Замкнутую Зону Из которой Сходит Тепловой Сигнал Территория Небольшая Но не Случено Что там Могут Укрываться Выжившие А могут Быть И Твари Какие-то Меры Осторожности Так Осторожно Зайти И неосторожно Зайти Давай Для начала Осмотрим Зону С Растительностью Да Потрогаем Пока Что То Что Растет Там Потом Что Порешаем Сука Наука Да Ёб Твою Мать Ученые Я Ваши Спасибо У нас Там Вроде Была Какая-то Прокачка Но Ускорение Науки Это Просто Ужас Видимо Она Сейчас Реально Пригодится Очень Медленно Ребята Работают Очень Медленно Так Научный Центр Где Он Тут У нас Был Не Вижу Вабрик Электроники Полимеры Научная Лаборатория Можно Как-то Ускорить На 20% Быстрее Великолепно Давайте Ребятки Так Требует Три 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 Чипа Пять Человек Всего Навсего И 50 Сплавов Три Чипа Пять Человек И 50 Сплавов И Видимо Эта Штука Дает Прям Блять Силу Земли Прям Сука Силу Земли Кто Не Работает А Центр Реды Не Работает Видимо Из-за Переработки У нас Три Не Хватает В этом Секторе Требуется Рабочих В этом Секторе Доступно Рабочих 29 Да Блять О Ребята Но мы Очень плохо Перелетели С предыдущей Системы В эту Реально У меня Нету Слов Нет слов Одни Эмоции Сейчас Что Как Вот Это Все Откатить Я Не Понимаю Так У нас Где-то Вообще Есть Именно Рабочие Свободные Смотрим Сектор 1 Доступные Рабочие 20 Человек Это Мало В этом В притык У меня Просто Нехватка Людей На этот Сектор Я Реально В каком Шоке Я бы Сказал Как Будто Честно Говоря Мы Заползли В тупик И Надо Сначала Переигрывать С самого Игры Зная Уже Грец Все Нюансы Что Вот Тут Сейчас Суть Понимаете Не в том Что Я могу Сейчас Забрать Отсюда Людей И могу При этом Поставить Галочку Разморажить Только Рабочих Я Это Могу У меня Претензия К Нерабочим Понимаете Не к Рабочим Которых Я могу Получить А к Нерабочим Может Что-то В игре Для них Предусмотрено Все Таки Или Это Реально Мертвый Груз Посмотрите Блять Сектор 6 251 Человек Нерабочий Прибыли С ебучего Протогора Да Лучше Б вы Там Сдохли В своем Протогоре У меня Реально Сейчас Негатив К ним 250 Ртов Которые Вообще Ничего Не делают Блять Ничего Я Не понимаю То есть У меня Было бы Кайфово Если Сейчас Я мог Этих 250 Нахуй На планету Скинуть И Забыть Было бы Великолепно Но мы Так Не Можем То Что Я могу Сейчас Здесь Забрать И то Из Этих Там Стас Хером Не Факт Что Все Будут Адекватные Так Ладно Тогда Че Тормозим Производство Металла И углерода У нас Сейчас Всего Хватает В Этого Складе Таскаем Людей Таскаем Мать его Тогда Сейчас Людей Я так Понимаю Будем Размораживать Себе Рабочих У нас Просто Ад Производственный Сейчас Огромное Количество Зданий Просто Не Работает И Нехватка Просто Людей Качественных Людей А Я даже не могу Включить Здесь питание У нас Нехватка Электричества Сейчас Науке Откроем Дополнительное Питание С Панелей Реально Ну Есть Негатив Я Пока Просто Не Понимаю Не Могли Разработчики Сделать Этих Этих Людей Просто Как Абузу Это Тупо Это Тупо В постапокалипсисе Причем Мировом Не мировом Даже Блядь Цивилизационном Популяция Человека Подошла К концу Реально Я буду Бороться За Стариков Которые Не могут Я конечно Все понимаю Это Ну Как бы Такие мысли Все мы люди Каждый Право Иметь Жить Но мы Говорим О Гипертрофированной Сюрреалистичной Ситуации Время После Конца Человечества Мы Одни В космосе Мы Каждый Добывает Грошинку Себе Еды Питания Воды Это Все Вот Как бы Не добыл Кто-то умрет И в этом мире Мы позволяем Себе Просто Чтобы Какие-то Деды Ходили И Питались Нашей едой И при этом Не давали Ничего Взамен Нихуя Я Это 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 У нас Еще Недоверие Упало До Жопы Адской Они Еще Сука Я Озлобленные Реально Я Прям Хочется Переиграть Как будто Я сильно Накосячил В этой игре Прям Хочется Попытка Номер Три Знаете Поехали Типа Заново Этот Наш Наш Заход В предыдущую Систему Видимо Меня Прям Жестко Поставил В неудобное Положение И Я теперь Понимаю Насколько Это Сильно Это Эта Ошибка Накопилась Моя С людьми Нельзя Было Это Вообще Допускать Действительно Нужно Было Держать Креокапсулы В состоянии Заморозки Лучше У меня Стояло Лишних Пять Складов Под Людей Но Я При Стопа Подожди А тут Так вообще Галочки Нету Чего Я Вдруг Себя Почему Я Вдруг Убедил То Что Можно Размораживать А Так Подождите А С чего Вдруг Я Себя Убедил То Что Можно Размораживать Вообще Как Говорится Па 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 А Нет Такой Опции Я Не Могу Размораживать Только Рабочих Верно Это Галочка Перевода Людей Блядь А нельзя Размораживать Кого Кого Тебе Хочется Может Открыть Новый Сектор Туда Реально Сбагрить Этих Людей Без Еды И воды Пусть Помрут Ну Блядь Ну А Ну Что Ну Они Же Реально Ну Блядь Может Там Конечно В науке Что-то Есть Я Не Знаю Может Что-то В науке Есть Где Это Криозона Криоцентр Коллективное Пробуждение Производство Быстрее Да Насрать На На Быстроту Так Мне нужно Питание Сейчас Дать На 5% Больше Энергии Да Я не понимаю Честно Если вы знаете Пишите Комменты Если это Действительно Просто Как обузы В игре Сделаны Это Какая-то Хуйня Которую Я вообще Не понял Вот эти Неработающие Люди Это Какой-то Прикол Какой-то Просто Прикол Понимаете Которую Лично Я не понимаю Хавка У нас Кстати Говоря Присела Хотя Производство 110% Но она Настолько Улетает Сейчас Из-за То Что Много Голодных Как бы Хочется построить Да Эту Новую Систему Ферму Лодорослей А с другой Сторон Дею Сейчас Строить В этом Сектор У нас Людей Не хватает Причем Не хватает Пиздец На 40 Человек Потому что В секторе 400 человек У нас Всего А рабочих 83 Я не знаю Я реально Хапаю Негатив С этого Всего Там Мы нашли Наверное Какую-то Еду Сейчас 260 Еды Нашли мы И 235 Колонистов Замороженных Пробурив Несколько Слоев Обломков Команда Корабля Эрлен Мэр Добралась До зонной Производства Растительной Пищи Здесь Плавают Многочисленные Трупы Солдаты И рабочие Каким-то Рабочим Похоже Удалось Добраться До Креокапсул Перед Разгерметизацией Экипаж Этеминанки Использовал Технологию Гидропоники Для выращивания Фруктов И овощей В больших Вертикальных Пролетах Кажется Здесь Имело Место Некое Герархическое Нормирование Согласно Которому Самые Редкие Продукты Резервировались Для Высокопоставленных Членов Экипажа Все Оставшиеся Объекты Производства Пищевых Продуктов Непригодны А многие Контейнеры Для хранения Вскрыты И опустошены Найдены Несколько Нетронутых Объектов Которые Уже Подготовлены Для Транспортировки Это Охуительно Ну это Охуительно Вопросов Нету Надо Сейчас Забирать Наверное Как Ресурс Номер Один Людей Больше Не надо Везти Пизду Этих Людей Я думал Что Можно Только Хороших Размораживать Кажется Нельзя Довезите Хавку Хотя бы Хавка Появится Хотя Хавка Сейчас Появится До сих Пор У нас Два Завода Мы не успеваем Работать В плане Металла Сейчас Разгляну Кстати Прокачку Может Какая-то Прокачка Будет На Металл Ну короче Неплавно Мы перешли Я бы Сказал Мы Перешли О Доверие У нас Вышло Какой-то Плюс Минус Плюс Открыли Должна Дополнительная Энергия У нас 416 Неплохо Так 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 Фермы У нас так Максимально Прокачены Корпус Тикуна Там Кстати Оказывается Есть всякие Компенсаторы Оказывается Госпиталь Дополнительные Ячейки Жилые Кстати Комплексы Тоже можем Да Увеличить По жилью На 30% Неплохо Да Много чего Интересного Есть Много чего Интересного Есть Для прокачки Меньше Ресурсов Для открытия Секторов Но это Не так Важно Фабрика Электроники Дроны Вода Честная Атомная Электростанция Преобразует Водороды В энергию А Вот оно Как Пиранезия Черный Центр Колонии Акумы Акумы Склады Криоцентры Ну В научке Тут у нас Что Еще Быстрее Скорость Прокачки Я пытаюсь Разобраться Что нам В принципе Может Сейчас Помочь Какая-то Прокачка На заводы Может быть Да Где у нас Там Заводы Эти были Сталилитейный Завод Стоимость Энергии Уменьшается Делается Больше Сплавов Из того же Количества Феррума Бля Мне нужна Скорость И столько Уменьшения Количества Расхода То есть При меньшем Количестве Металла Он Типа Больше Производит Этого Количества Железа Конечно Прикольно Мне просто Нужно Больше Чтобы Производил В принципе Спапак Нужно Строить Четыре Таких Завода Чтобы Они Тебя Обеспечивали Нужным Количеством Металла Ужас Что У нас Здесь Экипаж Восхищен Новизной Мы выращиваем Урожай В космосе Пусть Это лишь Восприятие Но превращая Обычное В необычное Скромное Великое Вы оказываете Немало Влияния На осуждение Доверие Получил Вообще Откуда Не ждал Еду Мы выращиваем Хорош Получили Себе Доверие Десяти Процентное Спасибо Меня Это Спасло От Задницы Красавцы Пацаны Красавцы Блин У нас Очень плохо Копится Питание Сейчас Надо Видимо Строить Дополнительную Да Эту Штуку Новый Новый Счетчик Да Надо Наверное Строить У нас Все равно Хватает Ресурсов Потому что Питания Просто Не хватает У нас Даже Не копится Аккумулятор Я все Про это Забыл Надо Сейчас Забрать Жестик Отсюда Доставить Куда Ни Сюда Хотя Б Хэппи Нью Йер Прошел Второй Год У нас В космосе Великолепно Производственная Псёточка Разорена На Несколько Сотен Метров Здесь Много Плавающих Обломков И туш Такого Бывало Большого Размера Что Дифференцировать Самих Животных Просто Не удается Команда Нашла Несколько Исправных Креокапсул Подготовила Для транспортировки По-видимому В основном Здесь разводили Курообразных Хотя Есть признаки Того Что получали Более редкое мясо Команда Корабля Эрлен Мэйер Хочет Обратить Внимание На то Что найдена Креокапсула С собакой Хозяин Похоже Решил Что жизнь Животного Важнее Его собственной Его труп Свисает С креокапсулы Дать Собаке Новый дом Протокол Наоми Обход Средбезопасности Команда Корабля Эрлен Мэйер Понесет Собаку На Типун Я думаю Что да Но видимо Это плюс Будет нам В плане доверия Эмоционалка Поднимется У людей Хоть что-то Собачка Это вообще Это круто А у нас Строится Со второго Шлюза Отсюда Сектор Прокачки У нас тут Не хватает Шестеренок Блять Вот эта Система С постройкой Тоже На меня Что-то так Доконало Я не знаю Слушайте Я реально На пороге Того Чтобы просто Игру переиграть Всю Сука Так Давайте На этом Эту серию Закончим Собственно У вас Спрашивают Что мы делаем Да Я не знаю Ребят Как это все Подать По таким соусам Видимо Так такие Игры Сложные Не играются Оказалось Что эта игра Далеко не Инди Проходимый Проект Какой-то Да Смешной Тык-тык Тык-тык Может быть Реально На этом Пока Поставить Паузу На трансляциях На стримах Заново Переиграть Всю игру Перед нами Сейчас Открывается Мучение И это еще Не последний Прыжок Я так понимаю Будет еще Один прыжок После этого Мы прыгнем На систему Финальную Вот этот Рэм В поисках Корабля Пиратов То есть Игра Очень Большая У нас Сейчас Станция У которой До хера Уязвимых мест То есть Скорее всего Я не знаю Тут надо провести Две серии Или три серии Там три часа Боли Для того Чтобы это все дело Реконструировать И то не факт Что получится Потому что Часть накопившихся Проблем Она уже Неисправима Блять Никак Потому что Я не понимаю Что делать с этими Людьми Ненужными Как это доверие Теперь подымать Когда уже Столько негатива Накопилось Когда столько Было сделано Ошибок Короче Я не знаю Как будто Реально Тут Приятный сюжет Но настолько Он сделан Сложно В плане стратегии Что мы Походу Зашли в тупик Можно попытаться Переиграть В третий раз Только теперь На стримах Потому что На видосах Это будет прям Запарно И попытаться Дополосить До сюда Еще раз Так что Решайте Думайте Я наверное Тоже немножко Поиграю Может не серии Посмотрю Что можно сделать К сожалению Действительно Огромное количество Ошибок Просто поставило Меня Неудобное положение И я честно До сих пор Не понимаю Вот Это главный вопрос Если вы знаете На него ответ Пишите Он очень нужен Я просто считаю Что это какая-то Полная хуйня Если Они реально Безидейные То это будет Самый жирный Минус этой игры Вот В плане Нерабочих людей Это тогда Абсолютная Идиотия Вот сейчас Из 1100 человек У меня реально Пятисотка Половина Блять Половина Это вообще Бесхозные Трупы Нерабочие Вот эти люди Которые летают В космосе Трупы Они такие же Как эти Которые у меня Жрут с моей Столовой И нихуя не делают Занимаю при этом Жилые места Как бы в домах И еду Я не понимаю На этом у меня все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok